В Беларуси хоронят немецких солдат, погибших в годы Великой Отечественной. На кладбище в Могилевской области их несколько тысяч. Но это не братская могила, имена большинства из них известны. Георгий Гривен передает. Я думаю, у него что плита не видно. Николай Герасимович с утра проверяет, на месте ли табличка на немецком кладбище. Ее лет 20 назад в белорусском селе Кононовка поставили потомки погибших солдат вермахта, чтобы показать. Война закончилась, немецкие солдаты здесь покоятся, советские всего в 5 километрах. Надо с этим смириться, но память все равно так просто не сотрешь. Фашисты расстреливали, вот тут у нас трех человек расстреляли. Конечно, плохо было, ясно. Нас выгоняли, тогда в Быховский район выгнали убеженцы. В это же время немец Вольфганг Браст пишет на крышке очередного картонного гроба порядковый номер 17424. На большом немецком кладбище в Белоруссии готовится еще одна большая церемония захоронений. Его дедушка погиб в мае 45-го, не дожив всего неделю до капитуляции Германии. Внук, бывший солдат армии ГДР, теперь следит за тем, кто, где и как из немецких солдат будет лежать в белорусской земле. Сначала хочется все это назвать привычным словосочетанием братская могила, но немецкие поисковики поправляют, это не братская могила. Братская могила, это когда неизвестно, кто похоронен, а здесь, вот практически фамилии каждого известны, всего здесь 923 человека, а на общем на кладбище в Шатково 14719. Вот такой советский лозунг, никто не забыт, ничто не забыто, только в немецком исполнении. Такая точность поражает, особенно на фоне работы тех же поисковиков, которые откапывают захоронения красноармейцев в этой же земле. Вольгенбраст иллюстрирует контраст. Вот эти самые медальоны, металлические, со всеми данными бойца, которые немецкие солдаты просто обязаны были носить на своем теле. Когда солдат покипчет, он ломается, верхняя часть остается человека, низняя часть штаба. Советские солдаты с 1942 года, вот, с зимы, отобрали вот эти вот, как их народе называют, капсулы, вот, которые герметически закрывались, и там были полные данные солдата. А выдали красноармейские книжки, которые сохраняются, естественно, полгода, а дальше уже невозможно установить, если он больше пролежал, вот, кто он, что он. Поэтому он уже безымянный получается. Но и теперь, когда архивы Минобороны рассекретили, появилась объединенная база данных в интернете, имена советских солдат установить, конечно, гораздо проще. Но и солдат вермахта у Кононовки отыскать еще легче. И записи в тщательных архивах сохранились, и медальоны. Николай Герасимович говорит, провожают этих немцев уже без злобы. Георгий Гривин и Константин Морозов, Дмитрий Дведенко и Павел Антонов, МТВ, Могилевская область, Белоруссия.